Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию к фессалоникийцам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор четвертой главы этого послания. В этой главе апостол настоятельно убеждает фессалоникийцев преуспевать в святости и предупреждает против нечистоты, подкрепляя свои призывы несколькими аргументами. Об этом мы читаем с первого по восьмой стих. Далее напоминает об обязанностях любить братьев, жить тихо и заниматься своими делами. Об этом с 9 по 12 стих. В заключении апостол утешает тех, кто скорбел о своих родственниках и друзьях умерших в Господе. Об этом с 13 по 18 стих. Это то самое место из посланий Павла, из книги апостола, которая читается во время погребения православных христиан. Итак, первый раздел с первого по восьмой стих. Здесь апостол Павел призывает фессалоникийцев преуспевать в святости и предупреждает против нечистоты, подкрепляя свои призывы несколькими аргументами. И мы читаем с первого по восьмой стих. «За сим, братья, просим и умоляем вас, Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должны вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Здесь апостол Павел подчеркивает то, что тот евангельский закон, который был предложен фессалоникийцам, это не какое-то ноу-хау или изобретение самих апостолов. Это учение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Апостолы являются только передатчиками этого учения, как и всякий священнослужитель, Церковь Божий. Он только передатчик истины и не более того. Далее. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Вот эти слова мы ставим в заголовок сегодняшней беседы. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Они имеют очень огромное значение. И далее Павел объясняет, чтобы вы воздерживались от блуда, то есть в противоположность осквернению мы должны переживать освящение. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, то есть свое тело, в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Надо сказать, что в языческом мире блуд не считался чем-то запрещенным. запрещенным считалось то, когда жена обманывала мужа, муж обманывал жену, а блуд как таковой он не воспринимался как что-то преступное. Поэтому апостол Павел настаивает на том, что нам надо переживать духовное освящение, а не страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, то есть нельзя и обманывать других верующих, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Действительно, Господь ожидает от нас святости, путь спасения, в православном понимании, это путь святости, а не просто получить амнистию от Бога, но при этом оставаться таким же с дурными и даже, может быть, криминальными наклонностями. «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого». Если нам дан Дух святой, то Он нас освящает, и мы должны поддерживать это состояние святости. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Первое и основное наставление здесь, ибо воля Божия есть освящение ваше, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Здесь апостол указывает на главное назначение христианина идеал святости, и в связи с этим увещевает фессалникицев воздерживаться от блуда. Каковой порог, вероятно, оставался у них еще со времени пребывания их в язычестве, ибо язычники не считали блуд пороком. И вот здесь нам надо понять, что такое путь святости именно в православном понимании, в православном миропонимании, путь святости, он состоит как бы из трех ступеней – вера, надежда, любовь. И вот первые ступени веры соответствуют состоянию человека, когда он из мира приходит к Богу. Сказано, что приходящий к Богу должен веровать в то, что он, то есть Бог, есть. И когда человек из мира приходит к Богу, он ищет в церкви только прощение грехов. Он не ищет для себя никаких преимуществ нового его положения. Он ищет только забвения всего того, что так измучило его на протяжении его жизни. И это состояние, оно очень похоже на состояние раба, потому что рабы трудились не за зарплату, они трудились только за милость своих господ, являясь собственностью своих господ. И этой ступени соответствует искуплению. Когда человек из мира приходит к Богу, он переживает искупление прежде содеянных грехов в таинстве крещения и потом на протяжении всей жизни в таинстве покаяния или исповеди. А вторая ступень – это надежда. Но надежда – это же и освящение, то есть то, что мы сегодня прочитали, что воля Божия есть освящение наше. Это и воцерковление, потому что в церкви есть все необходимые средства для нашего освящения. Это прежде всего спасительные таинства церкви. И человек, который воцерковляется, переживает освящение, он наслаждается теми милостями Божьими, которые являются ему. И он менее похож на раба, он более похож на наемника, который, трудясь, получает награду. Воле Божией есть освящение наше, но это еще не предел. Предел – это любовь. Любовь – это личное свойство Бога. Как сказано, Бог есть любовь. И если в первых двух случаях раб и наемник – это социальное положение человека, то любовь предлагает нам семейственное отношение с Богом, когда мы уже не рабы, не наемники, но чадо возлюбленные, дети Божие. Этой ступени соответствует уже не искупление, не освящение или воцерковление, а обожение, то есть такое соединение с Творцом, когда восстанавливается всецело наше поврежденное грехопадение природа. И мы становимся новым творением Божьим. Но уже не по образу Адама Перстного, созданного Перстами Бога, на чем тоже настаивает апостол Павел, но уже по образу Адама Небесного, то есть Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Таким образом, путь святости – это и есть путь спасения. И в церкви есть все необходимые условия для того, чтобы мы переживали восхождение, как сказано, от веры в веру, от силы в силу, возрастая в благодати. Далее, с 9 по 12 стих апостол Павел напоминает об обязанностях любить братьев, жить тихо и заниматься своим делом. Своим делом, то есть совершать какой-то труд. И мы читаем с 9 по 12. «О братолюбие же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Действительно, когда Бог послал Духа Святаго в сердца наши, Он излил божественную любовь лиц Святой Троицы друг ко другу в наши сердца. И братолюбие стало как бы естественным состоянием для нас. Поэтому Павел здесь и пишет, «О братолюбии же нет нужды писать», потому что мы это пережили, «нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». То есть их братолюбие, фессалоникийских христиан было известно многим. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Что значит, чтобы жить тихо? Христиане – это не те люди, которые шумят, грохочут. Христиане – это люди, которые живут тихо, в том смысле, что они живут естественными интересами. Естественные интересы в жизни человека – это прежде всего семейные интересы. Человек живет интересами своей супруги или своего супруга, интересами своих детей во взаимной ответственности по отношению друг к другу, которые неизбежно в любви возрастают. А если человек начинает куда-то там баллотироваться, какие-то создавать программы, прожекты, да, это тоже надо, но иногда это делается именно потому, что человек оказался ни на что не способен. Он развалил свою собственную семью, он не смог создать свое какое-то дело, бизнес, и признав, что у него ничего не получается, что он конченый бракодел во всех отношениях, он лезет в шумный мир политики. Поэтому в каком-то виде мир политики – это мир неудачников, которые не смогли жить естественными интересами, и они пытаются восполнить это такой показной какой-то шумливостью и активностью. И в противоположность таким людям мы стараемся преуспевать усердно, в благочестие, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками. Дело – это значит бизнес. То есть каждый имеет какой-то свой бизнес, какую-то свою работу, какое-то свое дело, но нету бизнеса там, где начинается эксплуатация, потому что настоящее дело – это работать своими собственными руками. И апостолы сами подавали такой пример. «Как мы заповедали вам». Теперь 12 стих. «Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними». Что значит «перед внешними»? «Перед мирскими людьми», то есть перед неверующими. «И ни в чем не нуждались». А почему важно ни в чем не нуждаться? «Чтобы никому не быть в обузу». Вот почему важно ни в чем не нуждаться, а зарабатывать своими руками. «И в заключение апостол утешает тех, кто скорбел о своих родственниках и друзьях, умерших в Господе». Таким образом, 4 глава, 1 послание к фессалоникийцам, с 13 по 18 стих, это именно та часть из книги апостола, которая читается во время отпевания православных верующих. «Апостолом» в данном контексте называется книга, которая объединяет в себе книгу «Деяния апостолов» и все апостольские послания. И мы читаем с 13 стиха и ниже. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». По-славянски там более красиво, «не имеющие упования». «Не имеющие упования», «не имеющие надежды». Это язычники, это неверующие люди. И когда кто-то из них умирает, они переживают скорбь, которые для нас совершенно недопустимы в том виде, как скорбят неверующие. Потому что мы имеем надежду, мы имеем упование, что усопшие, родные, близкие наши, братья и сестры, они воскреснут, и мы вновь встретимся с ними. Я помню, когда я присутствовал на похоронах, и там люди стали в момент прощания, прямо у могилы говорить, «Прощай, прощай, мы больше не увидимся». И священник, который совершал отпевание, он возмутился и сказал, «Нельзя говорить слово «прощай», говорите слово «до свидания». И когда люди стали говорить это слово, «до встречи», «до свидания», вот эта истеричность языческая, она пропала. Потому что действительно мы не можем скорбеть, как язычники, не имеющие упования. У нас есть упование. Поэтому далее апостол Павел пишет с 14 стиха и ниже, «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». То есть со Христом, Бог Отец. «Ибо сие говорим вам, словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретения Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. «Итак, утешайте друг друга сими словами». И мы верим в это. Мы, православные христиане, так же, как и другие христиане, мы верим в это, что Бог воскресит нас всех и приведет Сыном Своим, Иисусом Христом, в благость вечного бытия. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 40-й, 41-й стих сказано, «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две, мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Здесь говорится о том, что есть люди, которые вообще не умрут. Это те, которые доживут до конца света. и если кто-то из них будет на поле трудиться, он начнет возноситься, то есть Бог возьмет его к себе. А если рядом будет неверующий, он будет оставляться. Или даже двое, которые мелющие в жерновах, чаще этим занимались женщины, одна берется, а другая оставляется. Это та реальность, которая нас всех ожидает. Антоний Великий, это трактат «Ответы на вопросы Сильвестра», как их давал сам Антоний. мы читаем вопрос. «Так как мы не можем насытиться твоей доброй беседой, то мы молимся, чтобы ты нас научил понимать и притчу о мельнущих в жерновах и о поле, на котором двое. Ибо говорит Господь в Евангелии, тогда двое будут на поле, один будет взят, а другой останется. Двое мелющих на жерновах, один будет взят, а другой останется». И вот Антоний Великий отвечает на этот вопрос, на это вопрошение. «Деление надвое показывает, что именно осуществится во время воскрешения и второго пришествия. Ибо с полем сравнивается весь мир». Сам Господь сказал в другом месте Евангелия, что поле – это весь мир. А жнецы ангелы, жерновами же обозначено неостановимое вращение жития и полная смут, деятельность в нем, как жернова, вертятся всегда. И мы непрестанно изменяемся, и до остановки в нас меняются различные образы, но мы мелим в них, а скорее мелимся. Одних берут, а других оставляют, как и явно. От Адама до сегодняшнего дня мелют, при этом одних уводит смерть, а другие остаются здесь. И во время конца то будет, что одни как раз к этому моменту умрут, а другие останутся. и во мгновение ока за неопределенное время прибавятся к нетлению. Как сказал возвышенный проповедник, апостол, я говорю вам тайну, все мы не умрем, но все изменимся в нераздельности в мгновение ока, когда последний раз протрубят. Таким образом, те, кто теперь умирают, как бы забираются жерновами, а прочие остаются. Ибо всех зовет будя Божья труба всех усопших от века. Тот час правдивый и непреклонный Господь будет председательствовать и судить каждому, воздавая по достоинству сотворенного им, как сказал божественный апостол, за терпение благие дела. Конец цитаты. Но вот эту трубу аллегорически, Антоний Великий предлагает именно аллегорическое объяснение, до этого я предложил вам буквальное объяснение, звук трубы вообще можно воспринять как проповедь Евангелия. Если вы внимательно слушаете сегодняшнюю беседу, это тоже звук трубы, который может воскресить ваши бессмертные души, если они уснули, пробудить их для жизни во Христе и со Христом. Евангелие о усопших – это Евангелие полной надежды, и апостол об усопших – это текст полной надежды для верующих людей. Итак, сегодня отцы, братья и сестры мы рассмотрели с вами, сделали обзор четвертой главы первого послания к Фессалоникийцам. Если мы будем живы, Господь позволит в следующий раз мы будем исследовать, просматривать пятую главу этого же послания. Берегите себя. Спасибо вас, Господь. Спасибо. Продолжение следует...